Наушники, которые подключаются и к компьютеру, и к консолям, это редкость. Но теперь на одну такую редкость стало больше. Всем привет, это интернет-магазин Photos, я Макс, а это обновленный Razer Carcaria. Если смотреть на внешний вид, то это один в один Razer Megalodon. Но на этом свойства заканчиваются. Это самостоятельная гарнитура. Старая версия Carcaria подключалась только к компьютеру и не через USB, а с помощью двух стандартных штекеров для микрофона и аудио. Новая версия, другая. Изменился сам регулятор. К регулировке громкости и кнопке отключения микрофона, которые здесь уже были, добавилось колесико регулировки басов, что реально круто в играх, особенно в шутерах, когда бывает надо сделать бас потише. Следующий регулятор, громкость микрофона. Тоже, кстати, штука полезная, особенно, когда твои тиммейты все время орут «не дыши в микрофон», «не фони» и так далее. В этой версии появилась подсветка. Прикольная, зелененькая и даже полезная. Например, световой индикатор показывает, включен микрофон или нет. Рядом с регулировкой басов разъем 2,5 мм. Зачем оно нужно, я расскажу чуть позже, а сейчас расскажу о том, что мне не понравилось в этом пульте. Первое, что не понравилось, на нем нет прищепки для одежды. В прошлой версии она была. Кто-то скажет, что она и нафиг не нужна, но вы не правы. Кабель длинный и своим весом он тащит пульт вниз. Плюс, если пульт не закреплен, то он елозит по вашей одежде или полу. И все эти колесики регулировки громкости сами могут крутиться, или нажимается кнопка отключения микрофона. В старой версии от этого даже прищепка не спасала, откровенно говоря. Здесь будет то же самое. Колесики громкости микрофона очень легко крутятся, так что готовьтесь к тому, что громкость может резко измениться во время игры. С кнопкой отключения микрофона и регулировкой басов получше. Они так просто не изменят свое положение. Кабель длинный, 3 метра. Но в этой версии он не в тканевой оплетке, а просто резиновой. Хотя, чтобы его скручивать, добавили вот такую вот штучку. За это, конечно, спасибо. Главная особенность этой версии, конечно, в том, что она может подключаться и к компу, и к Xbox. С компом все просто. Штекеры в свои разъемы, USB в USB и готово. Кстати, без USB звука не будет. Здесь он не просто для подсветки. Так что не забудьте освободить для наушничков порт. С подключением к Xbox немножечко сложнее. Аудиоджек вот в такой вот переходник. Переходник в еще один переходник. Ну, а вот это, собственно, к Xbox. USB-шка тоже в Xbox. А чтобы работал микрофон, вот таким вот специальным кабелем 2,5 мм, который идет в комплекте, мы подключаем пульт и геймпад Xbox. Сидят на голове очень комфортно, как, собственно, и мегаладон. Амбушюры мягкие и точно так же снимаются. Звукоизоляция такая же. То есть, в принципе, можно в одной комнате с телевизором играть, если громкость выше среднего. Наушников, а не телевизора. Ну, и если не врубать на всю, то и окружающим. Крики ваших товарищей по команде не будут мешать. Микрофон стандартный, Razer-овский. Вот так вот крутится. Вот так вот гнется. Качество звучания давайте проверим в скайпе. Раз, два, три. Проверка микрофона. Razer Cargaris для PC и Xbox 360. Уверен, что звучание будет отличным. Но посмотрим. Раз, два, три. Проверка микрофона. Razer Cargaris для PC и Xbox 360. Ну, в общем, я думаю, все понятно. Микрофон работает хорошо. Думаю, вы будете довольны. Звучат они, кстати, покруче, чем предыдущая версия. По крайней мере, я так считаю. Я себе выкрутил басы на максимум и слушал музыку, смотрел фильмы и просто наслаждался хорошим звуком. Игры тоже не подвели. Гонки, шутеры, стратегии. Все самые последние игры в плане звука не разочаровали. Позиционирование в таких играх, как Counter-Strike, StarCraft 2 и мультиплеере Crysis 3 не вызвало никаких нареканий. Все четко и хорошо слышно, так что звуком я доволен. В принципе, как всегда у Razer. Давайте подводить итоги. Razer обновил не самую ходовую свою гарнитуру простыми, но, на мой взгляд, очень удобными фишками. Добавили подключение к Xbox, изменили пульт управления, сделали подсветку. Сделали ее намного универсальнее и актуальнее. Например, тот же регулятор басов мне очень нравится. Короче, перетерпев небольшие изменения и старенькие, не особо выделяющиеся Carcarius, на мой взгляд, имеют все шансы стать хитом. На этом все. С вами был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте нас в Twitter, смотрите за нашими группами ВКонтакте, в Facebook и оставайтесь с нами. Продолжение следует...